Раньше 65 рублей продавали. Сейчас на бутылке красуется новый ценник. На нём плюс 21 рубль к старой цене. Такая картина во всех магазинах. Подсолнечное масло вновь подорожало. Очень даже ужасно подорожало. Мы сами сейчас не знаем, как дальше работать. Каждый раз, каждая поставка дороже и дороже. У нас и так выбор вообще мало. Вот на ветерине масла один, три-четыре вида только. Компанию подсолнечному маслу составили сахар и мука. Цены на них шагнули вперёд. В среднем они стали дороже на 20-30%. И это не единственные продукты, покупая которые, придётся раскошелиться. Марат – владелец небольшой продуктовой точки. На её дверях висит говорящая вывеска, которая теряет актуальность. Всё дорожает. Всё, конфеты, печеньки, сахар, мука. Входят, потом. Одна цена, сегодня одна цена, завтра другая. И уже покупатели говорят, почему подорожало. А я что сделал? Подорожало. Колбасные изделия в эстафете роста цен тоже не отстают. Примерно две недели назад цены на них поползли вверх. Колбасные изделия подорожали. На сколько примерно процентов? На 5-7. Крупы, сыры, сметана тоже не радуют ценниками. Хоть и незначительно, но они стали дороже. Ну, кто на пенсии живёт, наверное, им это чувствуется. А так нам, слава богу, здоровым этим таких проблем нету. Вроде Мишутин сказал, что там будет контролировать эти ценовые резины, как говорится. Ну, посмотрим. Он обещал, будет контролировать. Правительство России действительно должно вмешаться. Владимир Путин поручил принять меры по остановке роста цен на еду. Согласно его поручению, проблема должна быть решена за неделю. Чиновники предложили производителям и поставщикам ввести предельные цены. Люди надеются, что это действительно случится. И марафонный забег цен остановится. Анастасия Шакирова, Евгений Лызаев, Новости НТР.